Добрый день! Сегодня я расскажу про очередную головоломку из циркулярной серии от компании Сэнксо. На этот раз это 4х4. Код товара 7914А-8. Так выглядит кубик. Опять так. Как его разобрать? Китайские буквы, символы Сэнксо. Открывай. Извлекаем. Включаем четверку и инструкцию. Инструкцию. Тут какая-то замудренная. Ну, понятно, что мы ей пользоваться не будем. Но она есть. Ни на одной крэйзи головоломке мне она не пригодилась. Сразу переходим к кубику. Видим, какая четверка огромная. Я для сравнения обычную достал. Вот на сколько больше. Это X-Man. Ради интереса возьму свой пластиковый штангенциркуль. И измерю. Где-то 74 мм грань получается. И достаточно такой тяжелый. В крэйзи серии Сэнксо уже была трешка. Титрайдер. Маджик Тауэр. 2 на 2. Посвежее. И Мегаминкс. Все начиналось с Мегаминкса, кажется. А потом уже остальное вышло. И вот теперь 4 на 4. Я изначально думал, что 2 на 2 будет попроще, чем 3 на 3. Но вышло не так. Ну и к четверке я уже подступал после решения 2 на 2. И не торопился перемешивать. Сначала попробовал, как оно тут все работает. А оно все работает так же, как и на 2 на 2. И надо быть чуть более аккуратным при сборке этапа 4 на 4. В чем особенности? Если мы будем вращать крайние грани, то центры будут неподвижны. Подобная головоломка есть от компании Dayan. Называется Crazy 4 на 4 версия 1. У меня такой нет. Получается, крайние грани не перемещают центры. Вот если вращать, то центры неподвижны. Но если мы будем вращать двумя слоями, то есть как 2 на 2. Здесь три грани с неподвижными центрами. Нулевыми, так называемыми. У меня это красная, желтая и зеленая, кажется. Да, зеленая. А остальные три грани. Белая, оранжевая и синяя. Перемещаются двумя слоями вместе с центром. Называется единичка. Белая, оранжевая и синяя. Так же как 2 на 2, в разных моделях, наверное, разных или одной и той же серии, вот эти грани по цветам неподвижные могут быть разные. К примеру, на двушке у меня неподвижный блок, который не разрушается. Он белый, зеленый, оранжевый. То есть белая, зеленая и оранжевая грани с единичками. У кого-то по-другому. Так же я уже слышал, что на четверке разные тоже бывают расцветки. То есть на двушке у меня бело-зелено-оранжевый неподвижный блок. На четверке бело-оранжевый-синий. Но здесь его не так просто в перемешанном состоянии обнаружить. На самом деле не так уж и сложно, но на двушке было проще. Поэтому давайте перемешивать, досмотреть. Огромную четверку вращается терпимо, учитывая, что это crazy. Я попробую собрать на скорость чуть позже. Тут агрегат. Ну, вроде крутится. На двушке вот эти центральные элементы могут перескочить. У меня такое было. И как мне сказали, на четверке такое тоже бывает. Поэтому вращать надо аккуратно и нежно. По идее, так же как на 2х2, напротив белого от центра всегда должен быть желтый у каждого элемента. То есть как бы мы не перемешивали, всегда напротив белого будет желтый. Это особенность этой серии четных циркулярных кубов. Поэтому если вы вдруг обнаружили, что это не так, проблемы нужно исправлять механически. То есть вынимать центры и вставлять на нужные места. Для этого нужно максимально собрать головоломку и переставлять, наверное, минимум элементов. Потому что собирать четверку механически, удовольствие еще то. Но мне такого не случалось, поэтому продемонстрировать свой опыт не могу. Но кубик я уже собрал не раз. Что мы здесь делаем? Для начала собираем как 4х4 абсолютно любым способом. Но здесь нам нужно найти наш блок. У меня он бело-оранжево-синий. Но мы видим, что вот эти вот центральные элементы от остальной части центра отделились. И как на 2х2 вот этот блок неподвижный, всегда собранный. А здесь такого нет. Поэтому нужно присматриваться. Мы можем также повращать грани. Видим, что центр вращается вместе гранью. Значит, единичка. Здесь нет, не тот, этот не тот, этот единичка, этот единичка. То есть вот 3 центра с единичкой. То есть вращается вместе с гранью. А значит, вот этот блок будет неподвижным. Хоть он на неподвижный и не похож. Присмотримся. Белый центр, оранжевый центр и синий. Ровно те же цвета, что были у меня изначально в собранном состоянии видны. И самое сложное здесь, на этапе кубика 4х4, это собрать белый, оранжевый, синий центра на вот этих местах. На самом деле это не сложно. Вот у нас 2 белых элемента. Просто ставим сразу на вот этот белый центр. Находим еще 2. И вот, белый, оранжевый, синий, а белый центр и есть. Напротив белого собираем желтый, как в любой методике. Так, так, пока не обращая ни на что внимания. Белый-то никуда не денется. Собрали желтый. Собираем именно крайние части центра. На вот эти вот полукруглые треугольнички пока внимания не обращаем. Только за неподвижным блоком следим. Белый, желтый. Дальше я собираю оранжевый. На четверке-то можно любой, но оранжевый. Но прежде чем собирать оранжевый, я соберу 3 ребра, как по методу ЯУ. Но этого можно не делать. Методом для начинающих мне четверку собирать не сильно хочется. Так же пока ни на что не смотрю. Просто собираю 3 ребра. Внутри уса креста. Синий, красный, зеленый. Так, собрались у меня. Опять еще где мой блок? Он, видимо, здесь. Белый, оранжевый, синий. Проверяем. Да, действительно он. А значит, вот на этом месте нужно собрать оранжевый центр. Ничего сложного. Одна полоска есть. Собираем нехитрыми движениями вторую. Вот оранжевый центр. Белый, оранжевый, синий. Перематываем. И сюда нужно синий центр. Здесь один кусочек есть. Ставим с ним рядом второй. Здесь вот такие два центра. Только крайние элементы. Вот у нас синий. Ну, а дальше, не глядя ни на что, собираем остальное. По-моему, оранжевый сломал. Да, сломал оранжевый. Сейчас я починю. Вот, оранжевый, синий. И сюда собираем красный. Так. Ну и пока мы на этом этапе проверим, как тут наш блок поживает. Белый, оранжевый, синий. Сторона единичка. Сторона единичка. Сторона единичка. На самом деле, так часто проверять не нужно. Главное, один раз понять, что нужно сделать. И потом просто не сломать. Так-то все не сложно. Дальше любым способом дособираем все, что у нас есть. 4х4. За исключением паритетов. Я перехватываю. Здесь дособираю белое ребро. Каким-то способом. Собираю ребра. Кубик огромный. Крутить не очень привычно. Я собираю методом Яу. Тех, кто им не владеет. Не удивляйтесь. Движения не страшные. Можно также методом для начинающих все собирать. Так. И остается у нас еще 3 ребра. Так. И так. Вроде бы все ребра собраны. Собираем дальше. F2L. Так. Крайние слои достаточно гладко вращаются. У нас вот здесь паритета не возникло. Так не интересно. Поэтому мы его сейчас искусственно сделаем. Вот допустим у нас паритет. Недокрест такой получился. Перед выполнением проверим, как там поживает неподвижный блок. Потому что все, что мы делали до этого, после сборки центров, его нарушить никак не могло. Но решение паритета может неподвижный блок разобрать. И чтобы потом его не ставить на место какими-то причудливыми способами, возможно и не сложными, но зачем делать то, что можно не делать. Мы просто должны посмотреть, где он есть. У меня это бело-оранжево-синий уголок. Вот он целый, красивый, никуда не делся. Перед тем, как выполнять алгоритм паритета, я его поставлю просто назад слева. Назад слева и выполню алгоритм паритета. И ничего с ним не станет. При выполнении паритета здесь перемещаются центры, по-моему, по вертикальной вот этой полосе. Сейчас уже точно не помню. Для PLL паритета точно, а для OLL, наверное, тоже. Из такого положения, когда собранный блок вот здесь вот сзади, мы делаем OLL паритет. Если у вас этот блок не имеет белого цвета, к примеру, он желтый, но можно сделать просто сборку, начиная с желтого цвета и заканчивая белым. Либо просто паритетом развернуть любое другое ребро, и тогда он пропадет. К примеру, у меня собранный блок какой-нибудь вот этот. Я развернул паритетом вот это ребро, а это сзади слева поставлю. Тогда придется, конечно, подчинить одно ребро, которое на F2L я сломаю, но зато паритет пропадет. Ну, я это так вижу. Отсюда решаем паритет. Сзади слева собранный блок. Вращаю аккуратно, чтобы центры не перескочили, иногда чуть пощелкивают. Проверяем. Опять блок цел. Но собираем дальше. Тут у нас восьмерка. ОЛЛ. Вот я постоянно, сколько не собираю, замечаю, что у меня почти всегда два паритета выпадают. Вот сейчас не было ОЛЛ паритета, но ПЛЛ паритет на месте. Мы видим, такой ситуации в 3 на 3 не бывает, а значит это паритет. Здесь мы поступаем так же. Стандартный алгоритм, который через вот этот слой, он перемещает вот на этой линии центры. Поэтому мы опять белый, оранжевый, синий располагаем слева сзади и выполняем ПЛЛ паритет. Ну, решаем его. Кто не умеет собирать 4 на 4, в описании есть подробное обучающее видео. Ну и что? Получаем стандартный Юперм, который на этой четверке не очень хорошо решается. Поскольку я его через М использую, не так удобно. Итак, мы собрали этап 4 на 4. А дальше можно поступать разными способами. Как на 2 на 2, есть два направления для решения. Это послойный способ, который я демонстрировал в видео про 2 на 2. Также сборка на скорость. Послойный, конечно, быстрее, но нужно знать больше алгоритмов. И способ, когда ты собираешь все, а потом трициклами переставляешь вот эти центры. Давайте на кубике 2 на 2 покажу, как это работает. Мы располагаем... Здесь у меня белый, зелено-оранжевый блок. Опять сзади слева. И выполняем какой-нибудь трицикл для ребер. Ну, это либо трицикл, который называют ромашка. Р, у, р, у, р, у, штрих, р, штрих, у, штрих, р, штрих, у, штрих. Он перемещает центр отсюда сюда, отсюда сюда, отсюда сюда. Ну и противоположно и так же. А значит, подставляя по-разному элементы, мы все это и переставляем. Можно делать зеркально, можно делать в обратную сторону и тогда получать вот такие вот трицикла. То есть, если я сделаю еще раз, то отсюда оранжевый перейдет сюда. Р, у, р, у, р, у, штрих, р, штрих, у, штрих, р, штрих, у, штрих. Я специально разобрался с этим методом, чего не делал при сборке 2 на 2. То есть, полностью кубик не собирал, только пробовал. Потому что думал, что 4 на 4 без этого метода не собрать. Ну, оказалось, что собрать можно. Также, помимо такого трицикла, зеркального и обратного, можно стандартный UPR использовать. Такой вот. Здесь перемещается элемент отсюда сюда, отсюда куда-то сюда. Ну, я с ним не разбирался. Но главное, что верхний слой остается целым, а на вот этом, на боковом, втором слое, что-то перемещается. Вот, очевидно, что отсюда элемент идет сюда, а отсюда красный идет вот назад. Ну, и какие-то противоположные тоже вещи происходят. Ну, также можно его делать несколько раз. Это два. Это три. Ну, и для того, чтобы получить какой-то другой эффект, мы делаем какой-нибудь setup move. И после этого делаем, ну, к примеру, ромашку. R, U, R, U, R. U' R' U' R' U' 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 Получаем какое-то другое перемещение. Если надо переместить два элемента, не считая противоположных, то стоит надо подумать, что куда подставить, так как неподвижный блок должен быть неподвижным. Он либо сзади слева, либо спереди слева должен как-то находиться в двух положениях. Но тут уже интуитивно, когда быстро, когда не очень, приходится дорешивать. В данном случае, если мы сделаем опять такой же статмув, мы видим, что вот эти три элемента, если два раза прокрутить, встанут на места. Ну чего и следовало ожидать. Вот этот сюда, этот сюда, этот сюда. На месте вот этого может быть какой-то тоже синий элемент. Это визуально представляло бы меньше деталей. Но этап такой вот интуитивный, поэтому не всегда быстрый. И для сборки на скорость он не очень подходит. А раз уж я выучил все алгоритмы для послойного способа, то и мы и четверку соберем послойно. Придется этап 4 на 4 слегка игнорировать и вращать кубик как 2 на 2. Ну для начала я покажу, как трициклами здесь работать. Трициклами я тоже собирал. Бело-оранжево-синий, назад-слева. Вот этот пойдет сюда, этот сюда, этот сюда. Ну синий встанет на свое место, а значит за один алгоритм, без всяких сетапов, мы что-то полезное сделаем. Р, У, Р, У, Р, Уштрих, Р, Уштрих, Р, Уштрих, Р, Уштрих. И вот сюда пришел синий. Какая-то там была у меня ошибка, я все восстановил. Как же работать здесь? Придется кубик 4 на 4 вращать как 2 на 2. Но при этом бело-оранжево-синий вот этот уголок держать сзади слева где-нибудь. Или спереди слева у вас он может быть другой. Но с ним надо быть аккуратным. Ну как работают трициклы? Для начала давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ну к примеру, вот этот синий может пойти сюда. Вот этот зеленый пойдет сюда, встанет на место. А вот этот красный пойдет сюда и будет не на месте. Но из трех элементов один встанет на свое место. А значит не один, а его противоположный тоже. Делаем ромашку. Р, У, Р, У, Р. Что-то хрустнуло, надеюсь все хорошо. Уштрих, Рштрих, Уштрих, Рштрих. Ну надо еще Уштрих, но у нас был сытопнов. Что случилось? Вот сюда синенький на место встал. Кажется такая была история. Можно что-нибудь еще. Вот наш блок неподвижный. Как-то можно, к примеру, взять кубик вот так. Да, то есть не обязательно, что белый снизу. Вот этот желтый нужно ставить куда-то сюда. Здесь у нас желтый есть. Он сюда перейдет. Ну будет бесполезно. А что еще есть? Желтый, красный. Ну не очень. Поищем что-то еще. Вот так. Вот этот синий пойдет сюда. Оранжевый пойдет сюда. Встанет хорошо. А желтый пойдет сюда. Тоже хорошо встанет. Уже из трех два станут на места. Вот наш блок. С ним все хорошо. Р, у, р, у, р. У штрих, р штрих, у штрих, р штрих, у штрих. А что-то, кстати, мало элементов осталось не собранных. Можем и дособрать. Но, наверное, не будем. Что я понял, в этом способе нельзя допускать. Надо стараться не допускать, чтобы были вот такие вот противоположные картинки. То есть желтые на белой стороне. От них надо избавляться теми же трициклами. Но давайте теперь соберем это все-таки послойным способом. А для этого просто будем вращать кубик как два на два. Да, тут центры сейчас перемешаются. Но это не страшно. Вот наш блок. Вот тут теперь мы смотрим уже на центральные полукровлые треугольники. А здесь не хватает одного. Но он вон где-то сверху. Если мы будем вращать так, то ничего не изменится. Я поставлю как-то вот так. Подвину в сторону. И вот так. Теперь его нужно поставить сюда. Каким-то интуитивным движением. Вспоминаем наш блок. Бело-оранжево-синий. Начинаем вот отсюда. Синенький центральный элемент нужно поставить. Так же как и два на два. Р2-у-р2. Вот синий поставился. Но в уголки пока внимания не обращаем. Теперь к красному нужна пара. Красненький. Подробно я видео про два на два этот способ рассказывал. Основан на методике Виталия Соколова. Послойной сборки. Дальше. Ну, центрики собраны. За раз он две штуки собирается. Собираем первый слой. Так же как два на два алгоритмом F2L, который не разрушает ребро. Правильный угол у нас белый-оранжево-синий. Но все четыре белых встали на первый слой. А вот это значит неправильный. Любым алгоритмом F2L его отсюда извлекаем. К примеру, три пиф-пафа можно сделать. Раз. Два. Три. Главное аккуратно, чтобы вот этот угол не двигался. Сейчас он у нас оказался справа. Значит, алгоритм мы можем делать только левой гранью. Так же три пиф-пафа. Но зеркальных. Что-то я сделал не то, мне кажется. Немножко обмотаю. Так. Да, где-то ошибся. Ну вот, из такого положения мы представляем, что здесь собранное ребро. Поднимаем вот так вот на трехходовку. Отводим. Воображаемого ребра не видно, но мы его учитываем. Вот ставили на место. И остается поставить сюда белый-синий-красный. Ну, здесь придется все-таки три пиф-пафа делать. Блок слева. Раз пиф-паф. Два пиф-паф. Три пиф-паф. Ну, здесь у нас верхний слой собрался. Жаль, не в том порядке. Но если бы не собрался, я располагаю этот блок опять слева-сзади. И можно делать F. Пиф-паф. Ф-штрих. Ну, алгоритм палка. Да, вот если у нас вот такие вот несобранные центральные элементы, ни одного цвета, мы его и применяем, располагаясь спереди и справа. Вот такие смежные цвета. Вот оранжевый-зеленый смежный. Синий-красный-зеленый-оранжевый смысл нет вот отсюда делать. А чтобы здесь такой и здесь такой же. Если таких нет, то делаем из любого положения, пока не появится. В данном случае делаем раз. Видим, не собралось. Значит, нужно сделать еще раз. Мы видим, что порядок цветов неправильный. Значит, делаем T-перм. R, U, R' U', R' F, R2, U', R' 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 R' U', R' U'', R' U''. И центры второго слоя у нас собрались. Кажется, что осталось просто переставить два вот этих уголка больших, и все соберется. Ну, и с такого положения мы кубики здесь размешаем. Углы-то соберутся, но противоположные центры поменяются местами. Значит, мы будем переставлять углы безопасными алгоритмами. Располагаем бело-оранжево-синий. У вас может быть другой блок сзади. Ну, поскольку здесь перестановка двух элементов, делаем алгоритм следующий. Надеюсь, я его не забыл. Сначала рыбка. R, U, R' U', R' U', R' U', R', U', R'у', R'. Потом U, перехват. Делаем движение F', ну, как бы палку немножко зеркальная. U', L', U, L', и движение F. Возвращаемся обратно Смотрим, что у нас получилось Почему обратно? Чтобы вот этот блок был сзади Один угол на месте И вот эти три уже Три цикла надо перемещать Я обратный алгоритм Не учил, поэтому сейчас придется Делать два раза три цикла Можно просто сделать реверс Он переставляет нам этот сюда Этот сюда, а этот сюда Видимо, с первого раза Не соберется U-U-R F U-R U-U-U-F Держим Неподвижный блок сзади слева Переставились, но нужно еще раз U-R-U-R U-U-F U-U-U-F U-U-F U-U-U-F все углы по местам и разворот углов самый простой выполнится за один раз при помощи двух рыбок то есть у нас алгоритм разворачивает передний левый против часовой задний левый по часовой то есть решать такие уж и если у вас не уж а что-то другое просто делать несколько раз эр у эр штрих у эр у 2 эр штрих у штрих перехват и левую рыбку эль штрих у л у не у а у штрих эль штрих у 2 эль ну и четверка собрана можно было и коммунаторами дорешать три циклами переставляя центры но мне как-то послойный способ ближе когда я буду делать обучающую видео по 2 на 2 и 4 до 4 я буду также показывать подробно два способа не факт что это будет скоро но я еще их собираем а что-то интересного повывожу а так очень даже неплохой кубик 4 на 4 интересный но рекомендую все-таки с 2 на 2 начинать так как на нем разбираться проще но если вы уж какой-то вот очень опытный человек то может взять четверку собирать ее как двушку потом уже наловчившись перемешивать как четверкой тоже собирать я так не очень люблю покупая весь ассортимент отличный куб хорошо будет смотреться в коллекции время от времени буду его собирать главное чтобы центры не перескакивали а на этом все всем спасибо всем пока